Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Фима Петерсон и я, Эдуард Петер. И после долгого перерыва по фотографии мы с вами встречаемся вновь, потому что я вам говорил, что мне нужно было ваше пожелание, которые бы совпали с моими. И так как мой фонарик сдох, то у меня был выбор или купить новый, или же, значит, достать свои лампы из Икеи, или попробовать со вспышкой. Видите, в руке у меня вспышка. На голове, на глазах, чертные очки. Не, никто мне спингал не поставил, я ничего не скрываю, вы сейчас поймете, для чего. Дело в том, что многие написали из вас, что все-таки вспышки они хотели, видать, у них есть. Фонарика нет, а вспышки есть. Ну, что ж, ладно. Написали, ну, не больше двух. Хорошо. И тут я встретил один комментарий, с одной вспышкой, пожалуйста, и с лайфхаками. Думаю, о, это уже интересно. Это уже сложнее. Понимаете, была у меня такая предательская мысль, распаковать свой чемодан, который вот тут стоит, достать все свои сортбоксы, притащить сюда эти штативы, и начать с помощью их, в общем-то, колдовать, и снова ставить свет почти студийный. Но, где ж тут лайфхаки-то? Лайфхаков нет. А мне это интересно, понимаете. Тут у меня худеют, что ли, штаны сваливаются. Так, сейчас поправим. Говорит, только штаны потяну. Так вот, и тут мне пришла в голову вчера идея такая-то, уже ночью пришла. Видать, мозги работают где-то там на ассоциациях. Я так подумал, а чем отличается, в принципе, вспышка от фонарика? Ну, фонарик, ясно, что он светит долго, нудно, да? А вспышка делает короткие импульсы. Но, ведь если подумать, мы работаем с вами с фонариком тоже, в принципе, коротким импульсом. Только за счет его слабости нам приходится включать бульк. И с помощью его ловить эти прекрасные мгновения, да? Мы ставим на вечную выдержку и начинаем тут рисовать. Но, так как мы с вами давно уже научились работать только с отраженным светом, то есть мы не пыхаем в лоб, упаси Господи, мы пыхаем на отражателе. И вот тут до меня дошло, что если я возьму одну из четырех вспышек, да? Так, вот я сейчас ее взял. Поставил на мануальную. Разброс, значит, 105. Чтобы, как бы, пучок был покомпактнее. И, допустим, с помощью этих всяких разных я выяснил, что 1.8 хорошая сила вспышки. В всяком случае, моей. И теперь давайте посмотрим, что я сделал. Я взял этот самый... Секундочку. Составил такой простенький натюрморт. Вот, что я захотел. Я захотел, чтобы у меня виноград... Поместил его в ящик, потому как захотел контрастности. И положил два здесь виноградных листочка. Кстати, по виноградным листочкам. Ну, сейчас у нас они уже есть, появились. Вот они, да? И я вам советую, если у вас затянется... Не надо, допустим, да? То виноградные листочки, конечно, не выдержат. Виноград я достал из холодильника, поэтому у него и спарина такая, которая мне была нужна. Положите свои листочки в воду просто в ванну или в тазик или еще, чтобы они продержатся тогда три дня. Но учтите, что они потемнеют. То есть, вот я сделал такую композицию. Здесь два пенопластовых отражателя. И сейчас я вам покажу. Ну, Собакин, это виноград. Тебе он не нужен. Ты не лиса и виноград. Герой Крыловский басен. Ну, иди оттуда, хоть ты и похож на лису-то. Ну, как я сказал, здесь у меня бесконечность на выдержке и одна шестнадцатая диафрагма 100 у меня всегда стоит моя диза. И так, если мы включим, и батарея у нас нормально работает, то у нас, в принципе, получится так. Мы выключаем свет, ставим ее, допустим, вот здесь, пыхаем, потом еще раз пыхаем, нажимаем вот эту кнопочку, вы знаете какую, да, которую тестовый пых делает. И здесь еще раз пыхаем, вот тут. И все. У нас получается два пятна, одно здесь, одно здесь, одно здесь. И на одной шестнадцатой она вполне, эта резкость будет достаточно, на мой взгляд. К сожалению, я не смогу вам показать, но вот поэтому у меня и очки черные. Я вам говорил, почему? Потому что я свет выключаю, начинаю пыхать, по глазам бьет. Понятно. Но, в принципе, вы можете на месяц нажать или отвернуться, или закрыть глаза, пух, еще раз пух-пух, и еще раз пух-пух, и пошли смотреть фотошоп. Кстати, забыл сказать, сегодня уже у нас десятое, и сразу после этого видео я попробую прокомментировать все ваши работы. Почему я не сделал до этого голосел? Голосел. Голосел, и мне нужно было разговориться, что-то сделать, попить горячего чеку, и потом можно будет. Ну, поэтому я решил, чтобы время не терять, сразу вам сфотографировать, кое-что показать с новым лайфхаком. Окей? А то вы мне скажете, понравилось вам или нет. Так, дорогие друзья, ну что ж, давайте откроем те самые файлы, которые я наделал, к сожалению, без вас, потому как, ну, я пробовал, да, и потом у меня вспышка просто села. Ну, давно не заряжал, уже сколько полгода лежат, если не больше. То есть, я просто пробовал, как это будет, если я буду пыхать одной вспышкой, и понял, что эта штука работает. Пошел за листочками, начал ими играться. Ну, вот это вот, вот это вот, это просто вспышка была со стороны, то есть, совершенно безвкусная, да. Но вот тут уже лучше, вот тут, допустим, да. И потом в концовке я нашел то, что я хотел, и вот такую фотографию сделал, так. А здесь я начал выкладывать, да, вот это то, когда из холодильника начинает остывать, и если бездумно пыхать в лоб, получается вот такая штука. Вот, ну, у нас с головой-то все нормально, поэтому мы возьмем вот эту. Сейчас я не заметил, что кривой стороной поставил эту ящику, он не прямой, я не заметил, ребят. Ну, поэтому придется исправлять. Ничего страшного. Я температуру немножко подшаманил, потому что она вот такая, слишком, как бы такая, не теплая. Сделать чуть-чуть теплее ее. Ну, тут можно, конечно же, здесь можно же вот так, если много, допустим, вот так сделать. Открыть изображение. И давайте сейчас сначала начнем ровнять ее, кромцать. Так, нет, так, мы сейчас ее продублируем, скажем, Ctrl-T и вот так сделаем, сразу выровняем. Единственное, что при этом желательно, Ctrl-T нажимать. Аккуратнее все это делать, потому как, вы же видите, что происходит, да? Ничего страшного, выровняем все. Здесь тоже. Ну, следить надо за этим, понятно, да? Вот так. Так. Далее, давайте посмотрим, что у нас будет, если мы его скадрируем. Скадрировать я буду вот таким образом, чтобы основной упор шел на виноград. Вот он, так ведь по диагонали пошел. Прекрасно. Здесь тоже подожмем немножко. Вот тут декоративность оставим. И где-то вот так у нас. Ну, вот здесь лишняя полоса. Сейчас мы... Скажем, изображение... Нет. Вот этот нам нужен. Вот так. Все. Что тут нам необходимо сделать? В принципе, сняли мы хорошо. Посмотрите, здесь такой красивый запотевший виноградик. Вот эту вот волосинку можно было убрать, но да бог с ней. Так, что тут у нас? У нас тут собакин пробежался, понятно. Ох уж этот собакин. Ну, вот так примерно, да? Так, тут все хорошо. Вот, единственное, что я бы такой, знаете, что вот тут как бы усилил. Тут есть немножко тени, но ее необходимо усилить. Поэтому мы пойдем сюда и сделаем вот тут вот так. Так, вот так чуть-чуть, да? Окей. Вот так сделаем. Далее посмотрим, что у нас тут все хорошо. Практически делать ничего не надо. Да, единственное, что вот, как всегда, воспользуемся этим лайфхаком, как вы называете, да? Так. Перевернем. Это будет у нас так. Ctrl-Shift-I. Заполняем черным цветом. Убираем. Делаем непрозрачность. Вот такую, допустим, да? Далее Ctrl-T. Деформация. Начинаем деформировать. Делаем вот такую деформацию. Хорошо. Далее. Можем попробовать еще поиграть с яркостью. Не-не-не-отмена. Вот так. Так, давайте мы попробуем. Яркости добавить чуток. Так, ну не везде, естественно. Видите, там идет пересвет, поэтому нам это не надо. Делаем черную маску Ctrl-I. И берем нашу любимую, мою, во всяком случае, окружность. И начинаем кое-где подправлять. Вот здесь светлее. Чуть-чуть сделать светлее, да? Ну, пускай будет так. Здесь парочку. Тут-то-то подсветим, да? Вот так. И в итоге мы получили довольно-таки неплохой натюрмальтик. Вот и все, дорогие друзья. Вот вам с одной вспышечкой лайфхак. Всего доброго, дорогие друзья. Попробуйте повторить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok